друзья всем привет с вами компания japan life меня зовут алексей сегодня мы продолжим рассматривать топ из аукционов японии и тема сегодняшнего ролика будет топ 5 кроссоверов и чтобы не терять время сразу приступаем итак первый автомобиль у нас на сегодня это honda везель на данный момент у нас завозят с японии во владивосток это первое поколение второе поколение она встречается крайне крайне редко в владивостоке потому что автомобиль еще не проходной и конкретно сегодня рассмотрим это дорестайлинг в какой бюджет заходит и собственно рестайлинг для тех кто не в курсе быстро покажу как собственно автомобиль выглядит это считается компактным кроссовером если смотреть по владивостоку по приморью и вообще на дроме в целом таких автомобилей очень очень много не знаю у каждого наверно третьего в семье есть такой автомобиль honda везель городской кроссовер в общем существует три кузова это группе 1 работает на вариаторе двигатель полтора литра передний привод ru 2 та же самая модификация только на полном приводе затем ru 3 это гибрид которая работает на роботе и ru 4 следовательно это полный привод гибрид и друзья хочу отметить что все цены которые мы о которых мы сейчас будем говорить это цены по актуальным курсам на секундочку на сегодняшний день курс евро 98 и 5 никогда такого не было но тем не менее автомобили покупаются в общем по веселю буду говорить именно те кузова те года которые на данный момент покупают так 1 это у нас ru 1 ru 3 по цене торгуется абсолютно одинаково рассмотрим это до рестайлинг так оценки сразу возьмем 4 статус продан пробег до сотни но если посмотреть статистику за месяц именно с такими параметрами но давайте возьмем до рестайлинг это 1317 было продано 324 модели это очень очень много если брать что-то вот не самое дешевое но то возьмем давайте цена 999 иксовая комплектация есть комплектация на тряпки как у нас здесь есть комплектация с кожаными ставками с комбинированным салоном ну в общем если рассматривать этот вариант оценка 4 балла пробег 94000 то цена владеостоке то у нас 14 год то цена владеостоке на сегодняшний день составит 1 миллион четыреста шестнадцать тысяч рублей если рассматривать но можно посмотреть статистику это был у нас гибридная версия принципе не гибрид заходят те же самые деньги вот видите групп 1 иксовая комплектация пробег тот же оценка 4 балла по состоянию все четко все круто в общем на данный момент в хорошем состоянии ru 1 ru 3 кузов вам обойдется в бюджет 1 миллион 400 тысяч рублей следующий вариант который мы рассмотрим это у нас уже будет рестайлинг возьмем сразу 19-20 год если вас интересует полный привод он всегда абсолютно будет дороже вот смело плюсуйте плюс 100 тысяч этого полтора миллиона минимум на сегодняшний день будет стоить весель и так здесь также рассмотрим на только передний привод на гибриде и на вариаторе вот вариант 19 год что-то из средних цифр то есть это комбинирован салон гибрид 69 тысяч пробег оценка 4 балла по кузову также все четко ничего такого на что стоит обратить внимание тут нету того цена за такой автомобиль составит 1 миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей много это покажет время потому что возможно сейчас это кажется много но пройдет месяца три-четыре когда эти взеля уже будут стоить по два миллиона рублей будем вспоминать и думать почему мы не купили этот визель за миллион семьсот и так если рассматривать дальше визеля чтобы не тратить время в общем полный привод на 100 тысяч рублей дороже если рассматривать второе поколение пока нет смысла потому что ценник будет ну по 3 миллиона примерно так переходим к следующему автомобилю и следующий автомобиль это у нас будет от тойоты тойота сешер и как раз часто сравнивать часто выбирают что же все таки лучше купить визель либо сешер в общем выбор за вами но мы сейчас покажем собственно цена и как этот автомобиль выглядит так то это сешер в девятнадцатом году у него прошел рестайлинг то есть если рассматривать уже начало двадцатого года первую половину это уже точно будет рестайлинг нас интересует нам 19 год компактный кроссовер очень стильный крутой у него дизайн отличный такой городской кроссовер часто запрашивают наверно по большей части его девчонки но тем не менее парни также покупают отличается благодаря своему внешнему виду и своей палитре цветов что вот к примеру бирюзовый в живую прям очень очень круто смотрится вот так автомобиль выглядит снаружи и внутри автомобиля в общем кому интересно зайдите на дром изучите посмотрите абсолютно все фотографии но мы найдем статистике данная модель у нас идет в трех модификациях это мотор 1.2 turbo на переднем и на полном приводе и мотор 18 с гибридной установкой рассмотрим сразу проходной год 19 нас по сути интересует всего два кузова возьмем сразу 19 год пробег до сотни оценка 4 балла возьмем это передний привод 1.2 turbo и возьмем гибридную версию с объемом двигателя 18 тоже не будем брать самую дешевую что-то пониже спустимся к примеру вот белый цвет комплектация с к оценка четыре с половиной балла пробег 73000 это у нас гибридная версия этого гибрид на сегодняшний день обойдется бюджет 1 миллион восемьсот тысяч рублей в то же время если рассматривать мотор двигателя 12 ст оценка четыре с половиной балла состояние превосходная пробег 51 тысяча и того девятнадцатый год нам обойдется примерно в тот же бюджет 1 миллион семьсот сорок тысяч рублей бюджет 11800 тот бюджет 1 миллион семьсот сорок если рассматривать непроходные года то есть можно рассмотреть шестнадцатый год семнадцатый но тут более выгодно будет брать объем 1 и 2 по цене где-то ориентируйтесь миллион шестьсот но самый низ наверно миллион пятьсот пятьдесят это был toyota seager и плавненько перетекаем уже кроссовером которые выглядят но и являются крупнее и следующий автомобиль у нас будет nissan x-trail nissan x-trail имеет мотор 2 литра поэтому рассматривать непроходные года нет смысла потому что только пошло у вас стоит 1 миллион рублей поэтому наиболее выгодно рассматривать автомобили от 3 до 5 лет либо есть такая небольшая своего рода лазейка можно привести автомобиль на юрлицу то есть на брокера и взять возраст вернее завести возрастом от пяти до семи лет то есть рассмотреть семнадцатый год либо начало восемнадцатого мы с вами сегодня рассмотрим это проходное третье поколение 3 рестайлинг собственно думаю этот автомобиль знают ноги потому что он в россии у дилеров продавался либо продается до сих пор часто его заказывают с японии в общем крупный автомобиль проходимые места в салоне очень много много всяких функций и такие как круговой обзор подогрева сидений полный мультируль и подогревы абсолютно всех четырех сидений также пытаются в общем вот так выглядит данный автомобиль как на переднем так на полном приводе на вариаторе либо на гибридной установки также передний полный привод так но данный автомобиль будем рассматривать на гибриде на полном приводе и на вариаторе также на полном приводе то есть водового автомобиля если рассматривать передний привод он будет вам дешевле но такие автомобили уже редко заказывают в основном всем нужны именно водовые серебристый цвет пробег всего лишь 21000 оценка 4 балла был ремонт по правой стороне но строгий тойотовский аукцион то есть в живую там никаких таких срок замечаний не будет то есть не видно будет что производился ремонт этот автомобиль проходной хоть и двадцатый год и того вот с такими параметрами с из такой ставкой автомобиль на сегодняшний день заходит бюджет 1 миллион девятьсот сорок тысяч рублей если рассматривать гибридный но вот к примеру гибрид он давайте тоже на самый дешевый не обращать внимание вот хотя бы что-то вот на второй страничке бюджет ставка в японии 1 миллион восемьсот пятнадцать и того автомобиль уже перевалил за 2 миллиона и ставят 2 миллиона тридцать тысяч рублей в общем это был nissan x-trail также не теряя время переходим к следующему автомобилю и следующий автомобиль это у нас будет уже от мазды это mazda cx-5 mazda cx-5 непроходные гадания вообще не выгодно рассматривать по той же причине объем большой пошлина высокая рассмотрим с вами именно проходные существует несколько основных модификаций которые запрашивают люди которые покупают эти автомобили это двухлитровый мотор который работает на классическом автомате и на бензине затем 2 и 2 дизель и 24 также бензин и 2 и 2 если рассматривать дизель он есть на переднем и на полном приводе так собственно вот так автомобиль выглядит также много крутых фишек такие как подогрева сидений полный мультируль крутая аудиосистема бассе круговой обзор и многое другое рассмотрим двухлитровый мотор на бензине 2 и 2 дизель это у нас комплектация xd проекте в то есть автомобиль идет на тканевом салоне если рассматривать комплектация эль так и не забыл или пакет если рассматривать комплектацию эль пакет что там же будет кожный салон будут подогреваем но хотя подогрев встречается и в проекте в общем вот автомобиль пробег 44000 черный цвет четыре с половиной балла оценка и того на данный момент это девятнадцатый год проходной такой автомобиль с мотором двигателя 2 и 2 здесь бюджет 2 миллиона рублей если рассматривать бензиновую версию с двухлитровым мотором вариантов не так много но тем не менее вот вариант пробег всего лишь 17000 оценка четыре с половиной балла можете посмотреть на схему есть какие-то следы ремонта по правой стороне но тоже это все не критично с такими параметрами автомобиль также обойдется в бюджет 2 миллиона 30 тысяч рублей то есть по сути тут разницы нету что рассматривать бензин что дизель по цене будет одинаково но выбор всегда за вами хотите на бензине хотите на дизель и вы бы хочу отметить что дизель все-таки едет пошустрее нежели бензин это был автомобиль mazda cx5 и мы переходим к следующему автомобилю subaru forester нас также интересуют только проходные года а это конкретно пятое поколение по сути два кузова с е это двухлитровый мотор который он работает на гибриде и с к 9 2 и 5 на 184 лошадиных сил и есть еще одна модификация но она еще пока не проходная поэтому рассматривать нет смысла считать потому что цена будет у нас заоблачная и так кто вообще первый раз слышит что такое subaru можете посмотреть из всего сегодняшнего топа subaru хочется отметить что данный автомобиль он подойдет для бездрожи как никто другой то есть на таком автомобиле можете выскакивать на какие-то такие дороги где другие автомобили такие как везель си ашера но они просто не проедут в общем параметры все те же самые выбираем два кузова и смотрим статистику за последнее время вот примерно 4 07 только-только автомобиля торговался на днях буквально 19 год 32 тысяч пробег оценка 4 балла такой красивый синий цвет и того автомобиль обойдется в бюджет 2 миллиона триста семьдесят тысяч рублей это у нас двухлитровый мотор на гибриде если рассматривать мотор с к 9 2 и 5 он естественно будет дороже благодаря своей пошлине даже если мы купим за одинаковую цену в японии вот такие параметры автомобиль на сегодняшний день уже обойдется 2 миллиона шестьсот шестьдесят тысяч рублей это был друзья 5 автомобиль но внесем небольшие корректировки рассмотрим еще один популярный автомобиль на самом деле в эту рубрику в этот топ можно было вместить и не знаю автомобили 10 15 которые запрашивают очень сложно было делать но тем не менее выделить этот автомобиль просто не могли наверно многие вынесут его в первую очередь как самый популярный вообще кроссовер с японии который когда-либо существовал так и конечно многие наверно догадались меня уже опередили это тойота харьер собственно проходные года у нас идет третье поколение рестайлинг также автомобиль стал проходным в четвертом поколении то есть сейчас можно июнь июль уже смело завозить и август можно уже покупать потому что пока автомобиль дойдет то он станет проходным если рассматривать у нас четвертое поколение то у нас есть вариация такая на двухлитровом моторе как на переднем приводе так и на полном есть двухлитровый мотор turbo на 231 лошадиную силу и 2 и 5 мотор который работает в паре с гибридной установкой в общем крутой автомобиль очень-очень много таких автомобилей мы приобрели помогли нашим клиентам приобрести если посмотреть на дроме он также находится в топ 5 по кроссоверам по продаваемым по количеству объявлений и так рассмотрим давайте рассмотрим четвертое поколение и рассмотрим с вами тоже пятое поколение в какой бюджет обходится вот у нас новые харьки гибридная версия нас интересует двухлитровый передний привод и нас интересует передний привод 80 кузов то есть пятое поколение прибег до сотни естественно дешевле в японии будут стоить четвертое поколение вот если не брать самый низкий цен давайте выберем комплектацию премиум к примеру вот черный цвет 20 0 6 были торги на юге японии в общем автомобиле в отличном состоянии строгий тойотовский аукцион 62 тысяч пробег оценка 4 балла и того такой автомобиль обойдется в бюджет 2 миллиона триста четырнадцать тысяч рублей это друзья по актуальным курсом вот на секундочку курс евро 9840 вот к примеру вариант комплектация прогресс на коже черный на черном пробег 93000 оценка четыре с балла полный привод девятнадцатый год проходной и того гибрид на сегодняшний день обойдется в бюджет 2 миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч абсолютно со всеми расходами на выходе во владивостоке и у нас остался последний это 80 кузов передний привод двухлитровый мотор единственная на сложность возникнет в том чтобы найти именно проходной вариант 8 0 6 вчера были торги так десятый месяц вот к примеру седьмой месяц то есть этот автомобиль покупали уже как проходным потому что если купить пример десятый месяц если дата регистрации совпадет с датой выпуска его необходимо будет морозить в японии и зачастую такие автомобили стоят дешевле то есть их покупают берут на себя риски что за это время не вырастет курс потом завозят его в октябре это может как проходной того и так автомобиль обходится дешевле но если учитывать что курс валюты может вырасти то иногда такой риск будет неоправданной и так седьмой месяц оценка 5 баллов пробег всего лишь 4000 то есть абсолютно абсолютно новый автомобиль комплектация с к цена продажи в японии 2 миллиона восемьсот тысяч нен и того такой автомобиль обойдется в бюджет 2 миллиона семьсот тысяч рублей друзья на этом все надеюсь досмотрели ролик до конца надеюсь он оказался вам полезен если оказался полезен то обязательно поставьте лайк этому видео с вами был алексей это компания джапан life всем пока